Полковник, разведка, военный эксперт, популярный и не только в наших узких украинских кругах. И сегодня в полном составе, а может не в полном, но в достаточно весомом составе, платформа Легист, известные авторитетные юристы, конституционалисты и немножко философы, а может быть не только немножко, Геннадий Дубов и Андрей Вагеринский. Здравствуйте. Здравствуйте всем. И сейчас у нас вот кресло ждет Андрей Васильевич Ермолаев. Он сейчас должен подъехать, немножко там опаздывает. По уважительной, конечно же, причине. Так что, Андрей Васильевич, будем вас ждать. Присоединяйтесь. Ну что, сегодня 28 июня. Очень важный день. Я думаю, это какая-то вот такая точка новой, свежей и очень бурхлевой, турбулентной динамики. Это начало развязки. Во всех смыслах этого слова. Ну, во-первых, сразу обращаю внимание на дебаты Трампа. Победа Трампа, я думаю, уже не только на дебатах, но и на президентских выборах. Ну, почти. Сто процентов вероятно. Высоковероятно, давайте скажем так. Ну, точно немаловероятно. И, конечно, в Америке все сейчас пойдет очень быстро. Очень по непредсказуемому, я бы сказал, сценарию, потому что демократы в панике. В панике всегда принимаются неточные, неправильные решения. Ошибочные решения. Ну, в общем, агония демократической партии. Очевидно, это не означает агонию Америки, но это означает уже сейчас смену политики США, прежде всего, в том числе, на украинском направлении. Я думаю, что нашим многим политикам надо готовиться к приходу Трампа. В общем, им это, не привыкать к этому, они тоже. В 16-м году ждали Клинтон, пришел Трамп, чистили там свои соцсети, где они клеймили Трампа как выскочку, порвеню сумасшедшего, популиста, пропутинца и так далее. Ну, вот, некоторым придется и сейчас тоже смириться с новой Америкой, с новой геополитической реальностью, с участием Америки, да, это не означает, что Америка там будет в закате, или там все, прощая гегемония. Просто Америка будет менять свою политику. Просто будут сменены приоритеты, акценты, в том числе и, возможно, в первую очередь, и в отношении политики в Украине. А это, конечно же, будет самым непосредственным, прямым образом влиять на театр военных действий, на вдоль политической ситуации в Украине, на вероятность или, скажем так, невероятность, на большую вероятность к тому, что Украина идет к выборам. Собственно, по некоторым моментам и по некоторым действиям власти я вижу, что она готовится все-таки к выборам. В этом году, ну, в начале года точно, в следующего года точно будут выборы, президентские или парламентские, это уже не столь важно, столь важно, а важно то, что будет меняться политический ландшафт Украины. Это первый момент, этому надо все это обсудить, обсудить надо. Второй момент, сегодня 28 июля, день Конституции Украины, прекрасно помню этот день, точнее, эту ночь, конституционную, как это все делалось, как на связи я был со многими депутатами, которые там уже правили последние какие-то статьи и так далее. Привет всем конституционалистам и поздравления, которые принимали участие в этом благом деле. Но, 28 лет прошло, и при всех, скажем так, характеристиках положительных, многих в Украине, что это самая-самая передовая конституция, что она вообще такая-такая, просто жили мы не по конституции, а если бы жили по конституции, то все было нормально. Нет, эта конституция себя исчерпала или исчерпывает, потому что за вот эти 28 лет эта конституция привела к двум Майданам, к двум войнам, ну, я имею в виду и 14-го года, и 22-го года, то есть это не значит, что конституция в этом виновна, она не субъект. Есть свои агрессоры, есть свои виноваты, есть свои субъекты вины. Я имею в виду то, что она не уберегла страну, внешнюю политику Украины, внутреннюю политику Украины от того глубокого военно-политического кризиса, которым перебывает Украина и по сегодняшний день, и надеюсь, скоро она из этого кризиса выйдет без особых потерь. Поэтому у меня тоже вопрос, конституцию надо менять. Вот сегодня, считаю, запускается новый конституционный процесс. Вот почему я сегодня и хотел, чтобы два юриста-легиста, авторитетных, известных, квалифицированных, авторитетных, тоже присутствовали сегодня, для того, чтобы обсудить вот эти вопросы или проблемы, вопросы нового конституционализма. Как вернуть в страну конституционализм, изменяя или начиная подготовку к новой конституции, или внося серьезные изменения в действующую конституцию. Ну и понятно, на поле боя тоже серьезные идут бои. Давят же, да, Олег Иванович, там, да, под Торецком. И мы давим. И мы давим. Это прекрасно, что вы вот все-таки, видите, даете нам оптимизм. Это хорошо, что мы тоже давим. Ну вот тогда и разберемся. Ну давайте для начала все-таки такой вопрос Блиц. так все-таки Трамп победил на дебатах или уже победил на президентских выборах? Геннадий, думал. На дебатах пока. Поскольку, как минимум... Увернулся. Как минимум еще приговор. Приговор через две недели. Посадит? Может. Он же памятник. Это фактор. Он же памятник, кто что посадит. Андрей Багеринский. Ну, Вадим Юрьевич, ну очевидно, пока у нас только дебаты. День выборов еще не состоялся. Ну, возможно, уже все-таки... Можно. Нет. Ну, мы можем с вами развить мысль, да? Развивайте. Мне интересно. А если вдруг будет не Байден, а вопрос, кто? Алло. Да? И тогда, ну, потому что съезда не было, это же первые дебаты, когда кандидаты еще условно не являются кандидатами. Ну, официально не выдвинутые, хотя праймерис они победили. И... А если не Байден? Ну, так что? А самое интересное после дебатов, знаете, это то, чего не ожидаешь. Обычно СМИ поддерживают своих. И говорят, да не, вы неправильно поняли, там на самом деле он по аргументам вот такой был. Демократические СМИ пишут о том, что провал. Как бы хороший политик, который увенчал свою карьеру президентским сроком и, наверное, на этом должен закончить. То есть, сами эстеблишмент демократический говорит о том, что, ну, это не наш кандидат. А как избирателю тогда идти голосовать, если вы после дебатов написали что-то не то? А, как найти своего кандидата? Нет, это другой вопрос. То есть, вы же идете, вы участвуете в выборах, вы не снимаетесь. И вы избирателю говорите, что-то не. Мы сами как-то не сильно в восторге от этого кандидата. Поэтому, ну, вот господин Байден, мягко говоря, не в лучшей форме предстал. И при такой форме кандидата господину Трампа, в принципе, можно просто стойко стоять на ногах и есть шансы победить во время выбора. Ты просто забила ориентиры. То, что ты никогда не видел, когда действующего президента критикуют правовластные СМИ. Никогда, наверное, не видел. В истории Украины такое не каждый день. Действующие. Там все-таки традиции независимой прессы. Поправка, первая поправка. Хоть там сегодня не все так хорошо со свободой слова и независимой, но тем не менее все-таки какая-то еще политическая культура независимой действует. В отличие от нас, но у нас вообще прессы нет. Какая у нас пресса? У нас что, выходят еженедельные газеты или там эти воскресные приложения с большими газетными полосами, опиниум, так, мнение там, колонки, колумнистов. Это вообще ничего нет. У нас один телеграм. Это телеграм-канал и все. Победа телеграм-каналов во всеобщем масштабе. У нас перепечатки на родном языке иностранной прессы. Да. На самом деле и все. Да, и телеграм-канал, потому что вся информация идет с телеграм-каналов. Что такое телеграм-канал? Ну, это помоечная, скажем так, история. Олег Иванович, а вы как? Давайте уже не переквалифицируйтесь на американистов. Я оцениваю президента Байдена как верховного главнокомандующего. И он за то время своего президента, ни один действительно солдат не погиб в войнах, которые происходили, но официально имеется в виду не погиб, официально в войнах, которые происходят во всем мире. Это первое. Второе. Я так понимаю уровень подготовки военнослужащих, именно выделение бюджетных денег на вооруженные силы, в том числе на пенсии. Я посмотрел бюджет, там у них пенсии, там миллиард пенсии, все, что связано с социальной защитой, он очень, там миллиарды, десятки миллиардов, даже сотни миллиардов, сотни миллиардов долларов. При бюджете больше 800 миллиардов, где-то 10-15 часть, то есть имеется 10-15% идет на социальный заказ, пенсии и тому подобное. Это второе. И третье. Доказало, в принципе, его заявление о том, что я деньги вкладываю в военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки, и эти деньги идут не вовне, а вовнутрь. Это пока меня убедило, но я об этом всегда говорил, что американцы видят войну, смотрят на войну, как на бизнес. Я об этом на вашей передаче говорил. Немцы смотрят на войну, чтобы показать себя настоящими военными, ну а мы смотрим на войну, ну как получится, ну сегодня так, завтра так и того подобного. И третье, и четвертое самое важное, президент Байден не влез со своими политической целесообразностью, вы военной необходимостью, вы по комитет, председателю объединенного комитета начальников штабов, своими политическими пожеланиями, а то, что военные приносят, он в принципе, я так думаю, военный и Байден, как в Верховной Главе жили душа в душу. О, еще пятое есть, пятое, последнее. Давай. Слава Богу, что президент в это время был... Я так понимаю, вы из-за Ермолаева сразу, как Андрея Васильевича. Ну, я, как видите, наговариваешь, и слава Богу еще голова влезет. Слава Богу, что и для нас, для Украины, и для мира на должности в Штатах был президент Байден, который опытный, он никуда не спешит, эмоциональный составляющий у него, эмоциональный интеллект высочайший, он лучше, утро вечера мудренее, это у него как... Объясните, что такое эмоциональный интеллект, то есть он контролирует свои эмоции, чувства. У него нету, вот пришли, а давайте мы снимем такого-то генерала, а давайте его снимем. А при этом, а что его назначали? При этом три месяца назначали. А зачем было назначать? Ну, может, потому что американские генералы не пиячат во время войны. А знаете, помните кино «Покровские ворота», а кто не пьет, скажи, я жду, помните, когда Аркадий Варламич говорил, да, поэтому, который играл артист броневой, поэтому военным это не запрещено, не запрещено, поэтому... А наоборот, полезно. Тем более для кардиологи говорят, что на пенсии, если не будешь, резко бросишь, потом сердцем будет болеть, и кардиологически... Так вот, я к чему говорю, что президент Байден, слава Богу, что был, если был бы какой-то другой, именно более эмоциональный, уже бы ракет, не только ракеты плетали, но уже бы взорвались ядерные боезаряды. С января посмотрим. Хорошо, в общем, я думаю, что все-таки Трамп выборы выиграет, так, это первое. Второе, сегодня еще одна дата, 110 лет назад, 110 лет назад, я уже буду, режиссеры там мне подсказывают, что пора присесть, хватит стоять над душой. России, 110 лет назад произошло одно из главных событий 20-го столетия. Убийство в Сараеве эрцгерцога Фердинанда, да? Вот так, сейчас посмотрим, как точно. Вот, и это уже все началось. Да, Франц Фердинанд, австрийский эрцгерцог, ну, наследник, так понимаю, у которого была целая программа реформации, реформы Австро-Венгерской империи, вот. И вот все это начался замес Первой мировой войны, которая началась официально 1 июля, если не ошибаюсь, 1914 года. Ух, какой день сегодня! Хорошо, смотрите, у меня такой будет, может быть, вопрос для дальнейшего обсуждения. Все-таки, мне кажется, развязка близка. Вот американская история, ситуация на фронте, ситуация в Украине. Президент Зеленский вот на этой неделе сказал о том, что мы готовим новую, Украина готовит новую мирную конференцию, ищем новую формулу мира, потому что украинцы устали от войны, много погибших и раненых, и войну надо завершать. Если это не политический акционизм, если это не какие-то дипломатические тепловые ловушки или хитрости, а реальное намерение, то это свидетельство того, что власть понимает, что война не популярна, и что надо выходить из войны. Надо сейчас определять, искать оптимальные условия для того, чтобы без потерь, как внутри Украины, так и на внешней арене, начинать сворачивать или выходить из войны. То есть искать, определять, формулировать экзит стратегии, стратегию выхода. Как вы думаете на этот счет? Вот первый вопрос и второй вопрос. Все-таки вот такое мнение есть. Победа Трампа – это автоматический мир в Украине. Победа Байдена – это продолжение войны в Украине. В том или ином варианте и так далее. Давайте я начну с юристов. Андрей Баглинский, давайте с вас. Дмитрий Ильич, я не знаю, стоит так говорить, мне бы хотелось, чтобы линия повествования, даже ведение диалога с обществом, она была целостной и последовательной у нас в стране. Тогда, в принципе, у человека, который доверяет гуру, формируется мнение одно, и это мнение не противоречит тому, когда он, допустим, слышит нашего президента. Я не просто так вспоминаю представителя главного управления разведки, потому что было интервью господина Будана. И интервью господин Будана говорит, или заберем, или вечная война. Мирные переговоры лишены смысла, не о чем разговаривать. И одновременно через четыре дня выходит президент и говорит, ну мы не можем долго воевать, потому что нужно найти сценарий. Или у нас, грубо говоря, голуби и ястреби появились в рамках причем одной политической, хотя ГУР не политическая, но допустим, военно-политической элиты, так целостной, которые одни отыгрывают одну повестку, другие отыгрывают другую повестку. Или просто на самом деле то, что за словами президента Зеленского скрывается, находится в плоскости, действительно, мы за мир, мы хотим представить свою формулу, а Россия должна ее принять. Но тогда изменение концепции, связанной с завершением войны, ее нет. Можно вернуться еще к господину Скибицкому, который ранее давал интервью и тоже говорит, хотя вроде ведомства одно, ГУР и Буданов и Скибицкий, и тоже расходится полярно тезис. Поэтому у нас внутри страны понять, существует ли одна линия отмены от той, которая существовала и в прошлом, и позапрошлом году, переговоров нет, есть только формула. И на саммите мы утвердим ту формулу, которую должна принять Россия. Она не менялась. Этот концепт не менялся. То, что касается внешнего контура, я на самом деле не скажу вам, что я сильно уверен, что Трамп это однозначно равно остановка боевых действий, остановка войны. Его заявление сегодня, точно так же, как и ток-шоу, которое они устроили с господином Байденом, это вопрос к эмоциям, это призыв к электоранту, который голосует сердцем, политическим убеждением, оценивая даже физическое состояние кандидатов. Это нереальная политика, которую они будут реализовывать. То есть даже в вопросах выхода с Афганистана, как говорит Трамп, мы бы вышли с достоинством, а вот то, как он вышел, хотя мы бы тоже вышли, а то, как он вышел, это вот унижение. Это суть не меняет, он к эстетике обращается. Поэтому мы не можем с вами отрицать того момента, что... Ну, Андрей, эстетика, да, но дело в том, что эта эстетика имела глобальный медийный характер. И все увидели, как американцы... Ну, давайте так. Я помню, как выходила 40-я армия под командованием генерал-полковника Громова в феврале 1988 года из Афганистана, да, или нет, Олег Иванович? Построение полупарадное, колонны, флаги, да, встречи и так далее. И другое дело бегство. Бросили своих клиентов внутри страны, своих союзников, потому что они знали, что делать. Потому что талибы, это же, ну, понятно, о чем речь, это настоящая экзистенциальная угроза жизни тому, кто был союзником, или работал в режиме, или там, принимал участие в политической системе президента, гони. Поэтому тут Трамп вправу, потому что это ударило по достоинству США. Я же не спорю, что ударило по достоинству. Суть решения одна и та же. То есть один принял то же решение, которое было принято у предшественника, реализовал просто не очень красиво. Но реализация подхромала. Зачем? Для защиты Украины. Мы эту официальную версию знаем. Вот. Поэтому мы не знаем, какая будет политика Трампа, особенно с учетом того, даже о чем говорил Олег Иванович. Байден высокий эмоциональный интеллект имеет. А Трамп, конечно, тоже высокий эмоциональный интеллект, который он часто освещал в своем твиттер-аккаунте, но там мнение менялось очень быстро. И мы можем с вами предположить, что его предложение, которое он хочет сделать Путину, Путин не примет. Сейчас. Путин не примет сейчас. Да, он не примет. Значит, действия Трампа. Можем опираться на тот план, который описывался. Больше помощи Украине. Или, соответственно, больше возможностей. Но тогда это не вопрос окончания войны. Пойдет ли Трамп на сделку с Китаем? Это принципиальный вопрос, если мы выходим за пределы поля боя в Украине. По-моему, сейчас Китай с ним на сделку ни на какую не пойдет. То есть, китайский план он не поддержит? Нет. Ну, он не сможет. Ну, тут уж извините, с точки зрения амбиции господина Трампа, он точно ничего чужого не поддержит, потому что он лучший мастер сделок. Он себя позиционирует, как человек сделан. Поэтому с Китаем, тем более стратегическим соперником, с потенциалом столкновения не только экономического, но и военного непосредственно, они на сделки никакие не пойдут. Поэтому это абсолютно не факт, что может затухание или снижение интенсивности боевых действий, да, но не вопрос мира. Потому что категорические позиции. Ну, и в этом всем мы же должны обсуждать помимо внутреннего, американского и русский контекст. А русский контекст – это у нас не заморозка, у нас окончание должно быть. Окончание юридическое, они имеют в виду. А юридическое окончание – это, извините меня, подписание документов, так как они это видят, о признании территории, которую они заняли за ними, даже ту, которую они не заняли. Что, в принципе, уже с нашей точки зрения является, ну, невозможным и недопустимым. Но, соответственно, если на уровне политики существуют неразрешимые противоречия, они решаться могут, но, извините, на поле боя путем трагедии. Ну, и который может обосновать даже для обывателя, да, необходимость принятия непопулярных решений. Я бы еще обратил внимание на документ, который был подписан с Европейским Союзом на этой неделе. Хотя все соглашения о сфере безопасности, они похожи и одинаковы, но Европейский Союз, ну, отдельными пунктами очертил то, чего не было в других документах, то, что их беспокоит. Это вопрос работы над, скажем, солидарностью и терпимостью внутри общества. То есть общество, которое не существует и в, скажем, среде разногласий, клеймений и отсутствия единения. То есть отдельно два пункта об этом написано, над чем они тоже будут работать. Это тоже нуждается в смене вообще внутренней гуманитарной и социальной политики. Вот эти все вещи, которые касаются достоинства, на которые мы просто отмахиваемся от которых, и в том числе прогрессивная молодежь, она важна для наших европейских партнеров. Потому что это общества, толерантные, общества, которые едины и целостны, они будут интегрировать свою систему. Они не хотят рисков дестабилизации Европы от общества, которое находится в постоянном рессентименте, злости или неразрешимых конфликтов. Ну, не говоря о том, что это впервые в документе, в котором я увидел вопрос, который касается необходимости усилий Украины и Европейского Союза. Что же за дело на будущее? Об изъятии гладкоствольного, нарезного и другого оружия, которое, может быть, после войны находится где-то у кого-то под кокона, под деревом, на огороде и так далее. То есть Европейский Союз, понимая направление, связанное с интеграцией, он тоже выставляет маркеры того общества, которое он хочет интегрировать. Общество, которому тоже нужно измениться. И много работы нужно в этом направлении провести. Это, извините меня, не энергоатом отреформировать, как мы это обычно понимаем с точки зрения предоставления ресурсов. Они не хотят разбалансировать себя за счет интеграции Украины. И как эти вещи все соединить? Начать трансформацию во время войны невозможно. После войны зависит от исхода. Если исход неудовлетворительный, то общество не достигнет цели, связанных с интеграцией в Европейский Союз. И пока ответов на это, извините, со стороны нашего военно-политического руководства нет. И мы с вами можем только ожидать того, что может изменить эту общую картину категоричности. Но изменить вряд ли Трамп является тем фактором, который изменит. Ну, говорите так, наше политическое руководство, вот мы же не знаем, оно пока молчит. Ну, допустим, вот что такое политическое руководство? Ну, ведь это как бы вся экспертная, аналитическая, партийная инфраструктура политики. Ну, например, сегодня уже дебаты закончились в Америке. Первые опросы пошли. Какие бы они ни были там негативные для Байдена, ну, первый опрос, ну, социологический опрос, CNN, колумнист, самый известный и продемократический, Томас Фридман, по-моему, Вашингтон-Пост уже, колонка есть. Байден, уйди. И вся пресса, Нью-Йорк Таймс, Аксиос, Захилл, Нью-Йорк Таймс, Байдену надо уходить. Это медийная инфраструктура, это аналитическая, экспертная инфраструктура, которая входит в совокупное понятие руководства, а уже дальше должны принимать решения. Почему? Потому что тоже Томас Фридман, или там сейчас напишет Дэвид Игнейшес, это влиятельные люди. Их слышат, их слушают, их читают, низы и верхи. Они же посредники между верхами и низами. Поэтому мы должны, если у руководства нету линии, мы не претендуем на роль Томаса Фридмана при дворе Белого дома, но тем не менее, должны сформулировать эту линию или какие-то контуры этой платформы, для того, чтобы все-таки была возможность у кого-то посмотреть. Вадим Юрьевич, я абсолютно с Вами согласен. И вот это связующее звено между мнением общества и властной элитой, оно всегда выступает или научных, определенных из научных кругов, или, скажем, с публицистикой, с историей. Мы вот с Игнаем Алексеевичем Давичи анализировали свежую статью господина Фергюсона, которая называется... После Советской Америки? Ну да, мы все советы сейчас. Там тоже очень немейстримные вещи написаны, на которые стоит обращать внимание. И это было бы неплохо, если было бы у нас, чтобы мы с Вами понимали, кто у нас Игнатьюс, кто у нас Фридман. Для нашей политической элиты. Потому что если связующее звено между обществом и элитой это марафон единой новости, то нужно смотреть долю марафона единой новости в охвате среди аудитории. Она такая как бы оставляет желать лучшего. Оно скорее для меньшинства. Мне попался вчера соцопрос, Карнеги проводили, ну то есть они заказывали, международный фонд Карнеги, они заказывали у рейтинга соцопрос, в марте его проводили. И настроения связаны с окончанием войны, продолжением войны, требованиям в отношении интеграции в НАТО и так дальше. И они у себя на сайте вывесили, в рейтинге нет этого соцопроса. Так вот, среди возрастной группы 18-25, оптимизм в отношении окончания войны в течение 1-2 лет, ну как бы процентов 30. Но зато в возрасте 60+, там 66-65%. Оптимизм, да? Да, оптимизм. И наши ж не разжевывают такие цифры, и такие показатели или такие опросы, они обычно не появляются. У нас очень все линейно. Вы за или против? Ну да. За или против? Категоричности. Попробуй, скажи против. И вот как американцы пишут для себя, чем объясняют? Жизненный путь, трудовая жизнь, семейная жизнь у людей за 60 уже построена, поэтому как бы они не рискуют в вопросе мобилизации жизни, в отличие от тех, кому 18-25. Соответственно, оценка рисков разная и оценка будущего разная. Ну а дальше один отдельный пункт. Возможно, с учетом того, что это основная аудитория там марафона единой новости, они же так об этом и пишут, то, а этот марафон обвиняют в избыточной оптимистичности, немножко при украшивании и так дальше, они по-другому воспринимают информацию, потому что молодежь воспринимает ее YouTube, Telegram и так дальше. Вот так у нас уже получаются разные слои населения, разные воспринимают информацию, по-разному оценивают действительность из этой информации, по-разному планируют свое будущее. И на какой показатель мы оценки, ну или на какое население мы опираемся? Ну, власть опирается на старшее поколение, потому что оно голосует. А молодежи, как правило, не голосуют. А будущее в стране. А это? Электоральный цикл, не думаю, это будущее. Ну вот мы с вами приходим, потому что у нас как бы есть сложности с моментом философов современности, которые могут доносить сложности процесса выбора как политической элите. Хотя не сказать, грубо говоря, что ошибся господин Подоляк, когда в свое время неправильно оценивал или ненадлежащим образом оценивал азиатов. Вот недавно вышел представитель Соединенных Штатов, Геннадий Алексеевич, тоже по фамилии Бернс, просто не тот Бернс. Я сказал, что Китай... Это посол Штатов Китая, не Николас Бернс. Я шутливо об этом говорю, потому что ты сначала фамилию смотришь и говоришь, что Билл Бернс не мог, но не мог он такого сказать. И, соответственно, говорит, все, Китай на стороне России. И вот оказывается, господин Подоляк Михаил был прав, когда говорил, что они недальновидные. Я думаю, Бернс это сказал для того, чтобы мы не слишком упирали на китайский план. Так, потому что мы же хотим сейчас Китай взять в качестве главного модератора новой мирной конференции. А американцы, они на русской стороне, поэтому они не могут быть посредниками, честными брокерами, честными маклерами. Американцы любят такие формулировки, честный брокер, менеджер честный по безопасности и так далее. Поэтому тут еще, я думаю, с этим связано. Олег Иванович, а вот смотри, смотрите, ну, неважно, Байден или Трамп. А потянет Америка. Три войны. Израиль, Ливан, Хезбалла, еще Иран тянется, Украину и Тайвань, Китай. Так что, как тут выбирать, кого выбирать? Все-таки, не идет ли дело все-таки у нас к развязке, к закату и к выходу из войны? Согласно военной доктрине штатов, они, в принципе, готовились к вести одну большую войну, но это больше война термоядерная, это понятно, да? Ну и одну региональную войну. Это у них была настроена вся, весь мой ресурс и тому подобное. Вся экспозиционный корпус, ну, связанный с морской пехотой, корпусом морской пехоты, авианосующими кораблями и тому подобное. Сейчас оказывается, что войны чуть-чуть другие, и получается российско-украинская война, правильно уже говорите, те возможные войны. Поэтому реально то количество даже боевых средств, боевых ресурсов, которые необходимы для войны больше трех месяцев, это уже невозможно. Я говорю, больше трех месяцев. У них война только три месяца. И самое основное это ВВС, ВВС, крыла, это ракеты, это основной вид. Но сегодня сухопутные войска-то особо это и не развивали. А ВВС, с учетом построения системы ПВО, уже современной, и, в принципе, когда будет наноситься удар, чтобы пошли сухопутные войска, в принципе, сейчас это не Ирак, это не буря в пустыне, это совершенно все другое. Поэтому, если делать краткий вывод, то, я так думаю, маловероятно. А сейчас они, и маловероятно почему? Ресурсов нету, и второе, они свой военный промышленный комплекс, новые заводы особо это не строят. Американцы? Ну, я говорю первое. Патронные заводы, снарядные заводы. Надо сейчас заново восстанавливать танка, не танкоремонтный завод, а танковый. Ну, у них, конечно, абрамсы стоят там в пустыне, но их ведь надо восстанавливать. У них только завод один, танкоремонтный завод. Один танк в день. 30 танков в месяц они восстанавливают. Ну, восстанавливают, естественно, корпус есть, а все восстанавливается. Потом еще надо, естественно, на него что-то навешивать. А с учетом того, что у них 5 корпораций только, уже было до 10 лет назад было 55 корпораций, а там произошло масштабирование. Монополизация, это еще называется по-другому. И получилось всего 5 корпораций. А 5 корпораций это вот такое здоровое, неповоротливое, надо же ресурсы, выделение денег Пентагону, поэтому я думаю, сейчас Штаты не готовятся. А вот насчет войны я хочу сказать, что будет ли война в будущем, новая война? Будет. Потому что все готовятся. В 27-м году, 27-го по 30-й год, вероятность войны между НАТО и Российской Федерацией очень большая. Поэтому как и Россия готовится, так и НАТО. И НАТО именно на Европейском театре военных действий. За что? Ну о чем война? Ну я понимаю, война по Украине или как? Нет. Объясняю. Дело в том, что естественно политическая составляющая. Видите, сейчас в Европе ястребы намного ястребинные, чем ястребы самые ястребинные в Штатах. Это совершенно... должно, что оно все время было по-другому. Самые ястребинные ястребы это республиканцы. Ну оно так было. Демократы это более-менее они такие. Хотя демократы развязали в Вьетнамскую войну. Да. Ну я... Кеннеди, потом Линдон Джонсон. Как-то оно считается. А сейчас Европа, выборы именно руководящих структур и руководителей Европейского Союза показывают, что Европа будет идти на именно на обострение. Олегович, а какая Европа? Я говорю, что реально произошло? Мир разделился... Вот теперь политическое составляющее. Мир сейчас разделился на две части. Он разделился. Швейцарская конференция. Ну сколько там? 90 стран. Китай. Китайская, бразильская. Уже сказали 100 стран. То есть мир разделился на две части. Если мир разделился на две части, значит политическим составляем будет что-то... Индия не подписывала, но мы же не будем вам сказать, что Индия на стороне Китая. Нет. Это не сторона Китая. Это мир разделился. А теперь, раз мир разделился, он будет идти по жесткое разделение по блокам. Первую часть мы уже видим. Россия, КНДР. Это военный блок. Это не политический. Это военный блок. Значит, Вьетнам, это не военный... Ну, Вьетнам, в принципе, Россия обеспечивает всем всем вооружением, А военное командование общее будет у КНДР и России? Нет. Будет, по всей видимости, привлекаться... Ну, это, значит, не военный блок. Блок это одно командование, а военно-оперативное. Правильно. Но все равно, само по себе, если будет привлечение определенных частей, ну, например, сейчас как прошла информация, правда или нет, но якобы инженерные войска... Ну, нет, вот вы сказали Европа. Нет, подождите. Вот вы сделали такое серьезное заявление, что в 28-м, там, 30-м, да, 20-м году будет война России и НАПР. Готовится, именно страны готовятся к войне. По поводу чего? Ну, война должна... Война это всегда кризис. Это решение кризиса. Кризис кризис, так к этому все идет. Правильно, так в чем? В чем кризис между Россией и НАТО, чтобы надо это было разрешить войной? Так кризис, а что, сейчас нету кризиса между взаимоотношениями, между Европейским Союзом, Европой и Российской Федерацией? Сейчас серьезно... Сейчас война идет, я понимаю, Украина это есть как раз предмет этого кризиса. Дальше. А, в 27-м году, в 28-м году. Так вот, если само по себе, вы же говорите, что якобы, ну, и предположение версии, что к концу года будут переговоры и то подобное. Но, но в настоящее время, вот на сегодняшний день, как бы не хотелось, война именно на выживание, сейчас она обострается, обострается. Она идет все больше и больше, и в любой момент может произойти какой-то казус Бэйли. Не здрашивает, звонил министр обороны США, Беларуи. Но это же война идет как бы старая, ну, та, которая в 22-м году. Они же ведь не здрашивают. Или даже в 14-м году. Нет, смотрите, если мы говорим о том, что война в 27-м, это три года осталось, между НАТО и Россией, а между НАТО и Россией находится Украина. До 27-го года Украина не будет в НАТО. Не будет. Иначе она будет между НАТО. Так вот у меня вопрос, по поводу чего война? Опять по Украине. Так это кому сегодня 15-16 лет? Через три года им будет 20 лет. Им что, готовятся к мобилизации? Или нет? Я вообще-то считаю, что войны не будут между Европой и Россией. Холодная война, да. Но холодная война это не война. Холодная война это мир. Просто в других формах мир. А второй момент, я бы все-таки посмотрел, какая Европа в 30-м году. Может это будет Европа суверенистов, а не глобалистов? С учетом Франции там. Еще раз. Я говорю о том, что на настоящее время, вот настоящее, выборы во Франции произойдут. Да, да. Выборы сейчас во все Европе. Ну и по тем, по тем элитам, которые сейчас есть, обстановка, воронка войны всех затягивает. Затягивает. Значит, если, естественно, выборы Франции показывают, пойдет ли в обратную сторону отчет или не пойдет. Если попадет именно по той парадигме, которая есть, значит, экскалационное составляющее будет дальше. Желинский сказал, мы устали от войны. У нас погибшие люди. Трамп говорил сегодня ночью, по украинскому, по киевскому времени, погибло очень много украинцев. Разрушены тысячелетние города. Он-то, как ему, наверное, Мелания рассказала, она же в Словении рядом или нет, и он прекрасно знает по бизнесу с этим делам. Как еще там, не цитируют, но он же говорил, там еще города, храмы с золотыми куполами. Ну, потому что в России купола-то крыли золотом, чтобы чаще Господь замечал, высот скипел. Да или нет? Я же закончу. Да. Заявление Орбана. Серьезное заявление? Следующее. Заявление его министра иностранных дел. Заявление это? Заявление одно и то же. Хорошо. Заявление президента Глушича. Заявление министра иностранных дел Хакан, да? Хакан как? Кому? Иностранных дел? Хакан Фидан. А, Фидан, да. Да, Хакан Фидан. Да. Это же тоже было? А это же он был до этого. Кем он был? Он представитель спецслужб, правильно? Да, он глава разведки национальной. То есть, это именно окружение, особенно Турция всегда была, ну, то есть, она не заинтересна, чтобы была война. Правильно, они хотят быть посредниками, они хотят укрепить. Они здесь заинтересанты. Правильно. Они хотят вернуть Стамбул, выиграть на этом свою дипломатическую репутацию и пробраться к столу великих европейских региональных держав. Ну, правильно, естественно, пробраться, но реально, если такого рода заявление, это же не просто сказал, я сказал, завтра свое слово заберу. Он сделал это на основе каких-то выводов. А выводов, если он был руководителем разведки, он что, и остался руководителем, то есть он не остался руководителем разведки, но информация ему идет и все равно. Я согласен, потому что там, если Кая Калас будет главным, верховным представителем Европейского Союза по внешней политике, ее заявление, что надо сформулировать, что такое победа в войне с Россией, потому что без этого мы не победим Россию. Значит, она за победу над Россией, ну, правда, там, руками Украины, но это уже не важно. Понятно, что есть такие люди, но есть же другие тенденции исторические. Реально, для того, чтобы Европейскому Союзу выиграть в России должен быть мир, потому что в мире они победят, в войне победить невозможно, это логика, но вся политическая составляющая на сегодняшний день идет в другую сторону. Второй вопрос, Андрей, правильно, я полностью с ним согласен. Трамп выиграл дебаты, уже больше мира, чем в войне, это раз. Во-вторых, Зеленский говорит, не знаю, давайте будем исходить из слов, из заявления, вы же тоже из заявления выходите, что мы хотим завершить войну. Я его понимаю, почему, война не популярная, люди гибнут, побед нету, и энергетика зимой, она не восстановится до зимы. Ну, по 6 часов, или там, нет, сколько я посчитал, в среду, по-моему, всего 6 часов был свет, остальное в сутках не было. А если зимой, это как? Ну, и так далее, как бы, понятно, что мы не готовы к зимней военной кампании. Год. Зимой еду можно на мороз выносить. Это сейчас и на мороз. Еду же холодную. Огреть на огне, да, готовить на огне? Ну, можно. Давайте, агреться где, в этих, как его, пунктах незламности? Да? Не, ну, это, конечно, это, 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 черный, черный юмор, я бы сказал, черный юмор. реально, Европа, для того, чтобы, Европа всегда побеждает, в мировой истории только именно своей технологией, именно своей культурой. Россия придет, придет, всех развалит, всех завоюет, все разгребет, и уйдет назад. Поэтому, Европа, реально, Европа, глобальная Европа, она воевает, а нынешние элиты, хорошо, скажите, что там на фронте, какие-то последние события, как вы их видите, так, а потом я хочу, легистам перебросить, значит, первое, шайбу, да, первое, по, я уже говорил, что у нас было на Торецком направлении, была проблема тактическая, действительно, противник достиг тактического успеха, но мы локализовали это, сейчас остановилось, на Покровском направлении, это Черетина, вот это все, это не, нет, не получается, на Сокол, Черетина, вот это все идут, и там, там по продвижению, трассу перережут, я так, там, там не трасса, или под огневой контроль, там больше, как его, там больше Карловка, они вот это связано, они на юг не пойдут, они пойдут на север, а на север это Торецк, вот Торецк, а с севера это Часовьяр, на Часовьяр уже сточайшие бои, в основном они с севера, там Калиновка, вот это с севера, они в принципе идут, но реально там бои идут за каждый дом, за каждый подъезд, за каждый этаж, это очень серьезно, в одном месте на юге перешли, канал северский Донецк, Донбасс, но мы тоже их остановили, серьезные напряжения, дальше что остановили, конечно, что дальше, да, серьезное напряжение очень на Южно-Донецком фронте, начиная от Старомайорского и выше Угледар, и выше до Калиновки, да, вот там Победа, Калиновка, там действительно прошли 6 километров, они за эту неделю 6 километров, это много, это много, это по ширине, и 2 километра в глубину, это очень много, почему, потому что там реально два года никто не воевал, а сейчас начали пробивать, вопрос такой, мы сейчас там останавливаем, но реально они вырезают этот Угледарский выступ, Угледара они взять не могли, они просто север и с юга обходят, чтобы наши войска обошли, ну, а по северному направлению, это Лыпцы, противник перешел в оборону, на Волчанском направлении бои, вот идут, я как сказал, у нас есть два продвижения, первое продвижение, это в районе, там Терны, вот так Терны, там было бои, то вот мы за эту неделю, Олег Иванович, чтобы в детали, я не в детали, я говорю у России, прогноз, прогноз, что дальше будет, если у России продавить где-то, прорвать, прогноз, или фронт будет позиционный, прогноз, до августа, в настоящее время фронт позиционный, раз, значит, был тактический кризис, и он есть тактический кризис, это на Покровском, 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 ну я же говорил, Очеретин, вот это направление, Петровское направление, Петровское, да, направление, направление, это кризис, но он не приведет к оперативному кризису, если противник пойдет, он мог бы привести, если бы в Торецке, на Торецком направлении, они так же самое пошли, вышли бы на оперативный Токийский уровень, сейчас мы остановили, там тоже самое остановили, если они пойдут с юга на север, Реально не приведет. Так вот, позиционный фронт живет своей жизнью. Раз. Никаких угроз именно оперативно-тактических, оперативных нету. Два. Третья. Сил, ресурсов. Есть три варианта решения задачи. Первый вариант. Третий давайте. Два. Третий. Третий. Значит, именно по серьезным продвижениям на часам Яру и Волчанский у противника, противник пока ничего не получается, мы держимся, их туда не пропускаем. Для того, чтобы... Я почему спрашиваю? Потому что Путин сказал, если не примете мой ультиматум, будет хуже. Мы будем наступать и будем отвоевывать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Теперь возвращаемся, что к чему противник, что готовится. Мы готовимся, естественно, я же говорю, к контрнаступлению для того, чтобы противник не мог наступать. Противник готовится к наступлению. Ресурсы у него есть на оперативное продвижение. Раз. Второе. Может ли он это сделать? Может. Может. Но само по себе ресурсов, как сказать, ресурсов, чтобы это было больше 40-50 километров, это маловероятно. Почему? Первое. Или они не готовы, почему не идут наступления. Или второе. Или нет ресурсов. Или третье. Нет политической воли. Или еще не поступили корейцы. Политической воли. Я же говорю, вот три... А политической воли нет, потому что корейцев еще нет. Ну, может быть. Может, корейцы... Но корейцы для чего нужны? Вы знаете, для чего корейцы нужны? Хотел я спросить у вас. Вот для чего нужны корейцы? Давайте. Самое слово, нынешняя война, нынешнее ведение боевых действий на сухопутном театре подразумевает, что есть штурмовые группы. То есть пехота не бежит так, ура, там с этими винтовками на перевес. Такого нет. Два-три человека идут, постоянно передвигаются. Это называется штурмовые группы. Максимум 10-10, ну 30 максимум на отдельных участках. Когда штурмовики пробегаются, пробились, это то же самое и у нас, это одинаково. Штурмовики пробились, после этого противник начинает контрнаступление. Но для того, что когда ты пробился, ты встал, ты не можешь, ты потратил очень много сил. У тебя нет здоровья, ну не хватает у тебя ресурсов здоровья, чтобы еще отбивать атаку. Для этого тут же подходят так называемые, как же, как назвать их сейчас? Кридцы. Инженерные? Инженерные войска. Ладно, назовем их инженерные войска. Тоннельные бригады. Да, да, тоннельные бригады. Они начинают окапывать, они окапываются, окопают, копают. Штурмовики отдыхают. На их месте заходит уже основная группа обороняющихся, а штурмовики выходят. Вот этот, кстати, тактику очень хорошо использует третья бригада. У них это отработано. У наших, да? У наших штурмов. Да, у них отработано. Значит, одни идут, потом сразу же приходят, копают, копают, быстро закопают. Ну, логично. Это не, я так говорю, это все отлично. Потом заходят. Вот у них, оказывается, вот этих копателей, шахтеров, мало. А сейчас вот возьмут корейцев. Они корейцы небольшого роста. Они сильные, рисуют. Поэтому будут, я так думаю... Они дисциплинированные. Саперная лопата, малая саперная лопата. Олег Иванович, это образ гном из «Властелина колец» только что нарисовал, да? Да, да. Ну, да, я сейчас... Так как солдат на поле боя, этот, гурхи, гурхи, они же самые лучшие воины, да? Они невысокие, маленькие, крепкие. Ну, этот, не пальцы. А, не пальцы, да, не пальцы, конечно. Вот они вот маленькие такие бегают. А здоровый вышел, тебя разубили и все, и попали. Ты виден со всех сторон. Да, маленький ты передвигай. Поэтому пехотинец должен быть небольшой. У вас, Олег Иванович, в севернокорейских СМИ сейчас цитировать. Да, да, поэтому для этого не... Теперь понятно. Ну, хорошо, Олег Иванович, спасибо. Ну, в общем, ну, так вы более-менее оптимистичный такой ваш прогноз. До тех пор, пока политики не влезут в дела военных. Как они влезли на этой неделе, у меня уже возникает очень много вопросов. А как они не влезут, все нормально. Я же не здраво говорил про Верховного Главноклана еще и президента Байтона. Я же не здраво об этом сказал. Уважаемые политики, не лезьте в дела военных. Они сами знают, как им надо воевать и что делать. Но там же нет таких народных депутатов бдительных и активных. Там конгресс-вумен и сенаторы. Да, да. Да. Смотрите, ну, давайте вернемся еще к таким прогнозным делам. Немного как к будущему, так, в связи с Днем Конституции. Смотрите, я такую гипотезу выскажу. А вот вы юристы, легисты, легитимисты, ну и так далее. Философы, юристы, ну легитимисты, для меня это, он юрист, он же философ. Потому что все хорошие юристы, а не философы. Собственно, теория государства и права Гегеля, Кант тоже. Начинал же с критики практического разума, потом уже к чистому разуму подобрался, так. Ну там, Отрид, Отрид, Отрид Хёффе, Юрген Хабермасс и так далее. Это немецкая вся школа, современная. Смотрите, вот я к чему прихожу. Рано или поздно в этом году, в начале года, война закончится. И в том или ином виде она будет оформлена. Либо заморожена. При любых обстоятельствах, при любых обстоятельствах, это другое государство будет. По границам, например. По границам. Оно будет застывшее, непризнанное, но тем не менее, Конституция, оно должно быть отражено. Дальше. Если же нейтралитет и так далее, там, что там, демилитаризация и так далее, это тоже надо будет как-то отражать. Я к чему говорю? Что в любом случае это переучреждение государства какое-то. Хотите? Переконституирование его. Переконституционализация. Но Конституция, это же не жена Константина. Знаете, как это? Стояли эти солдаты, когда декабристы вывели их на Сенатскую площадь. Они мерзли. Говорят, что мы стоим мерзли? Ну, за Конституцию стоим. Кто такая Конституция? Это жена Константина, ну, этого, брата Александра Первого. А Рафик Нишанов говорил, Конституция. Помните, Рафика Нишанова? Был такой глава Верховного Совета Национальной Сети и первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана. Вот. Конституция он говорил, да. Так вот. Переконституирование государства. Переучреждение какое-то. Второй момент. Вот уже Андрей Вагеринский об этом затронул. Кандидатство в Европейский Союз для того, чтобы стать полноправным членом, оно тоже предполагает серьезное переформатирование государства, внутренней политики. Это проевропейские партии. Это создание сети НПО, как внутреннего контроля за политическими процессами, которые официально оплачиваются специальных фондов, бюджетов Европейского Союза. Вот почему борьба в Грузии за инагенты, чтобы знать, где, кто дает деньги. Так, плюс масса других, там, Копенгангельских критериев, так, судопроизводство тоже. Что-то уже поменялось, но оно как-то у нас все мимо Конституции как бы идет. У меня в связи с этим вопрос. Во-первых, нужно или нет переучреждать государство. Или это как-то по факту будет. Во-вторых, нужно или, может, рано или вообще нельзя менять Конституцию. Хотя бы, например, в плане снижения роли суперпрезидентской власти, суперпрезидентской республики в пользу, ну, Европейской парламентско-президентской республики. Потому что хоть у нас там парламентско-президентская республика, но она больше по Конституции похожа на Российскую Конституцию, Белорусскую Конституцию. Просто политический, разный политический процесс, близость к Европе и региональное многообразие в Украине не смогло сделать то, что сделано было в свое время там Белоруссии, России там, не говоря уже там туда дальше, на Восток. Я сейчас хорошо это плохо не говорю. Так вот, может, надо больше власти там премьер-министру дать, или там партиям больше дать. Статья 36-я в свое время, мы с Владимиром Петровичем Семеноженко, он тогда был как раз депутатом и членом Конституционной комиссии, как раз пробили эту 36-ю статью о партийной жизни, роли партии и так далее. Что партии это представители народа в политическом процессе, но по-моему так оно было. Ну вот такой вопрос на вперед, как говорится. На будущее, потому что мы много говорим о текущей ситуации, война, ну да, правильно. Но мало, а что будет за войной? Неважно в каком варианте она становится, в каком состоянии мы выйдем, в каких границах и с какими перспективами. Геннадий Алексеевич, оказывается, Геннадий Алексеевич Дубов. Спасибо, Вадим Юрьевич. Но тут понимаете, как наша практика и опыт вообще не соответствуют теории конституционализма, поскольку форма государства у нас неоднократно менялась без каких-либо изменений в основной языке. В принципе. Четвертый год, четырнадцатый год, девятнадцатый год, кстати. Поскольку у нас один деятель был, которого в Молдову то ли отправили, то ли он потерялся по дороге, скучаем. Он говорил о том, что у нас меняется форма государства, ну, меняется, де-факто. Вот он так, правда, не говорил, он слова такого не знает. Но смысл в том, что вот эти процедуры, чтение, экспертизы в суде конституционном, зачем? Если вы, например, как авторитетный политолог, характеризуете нашу форму государства как суперпрезидентская республика. А в тексте, в любой редакции, начиная с девяносто шестого года... Ну, я слово знаю де-факто, но де-факто она суперпрезидентская. Так вот именно. А в тексте, как в 107-й, был 31 пункт, так он там и остается. И роль премьер-министра, она высока. И парламентская, президентская республика... А в Конституции есть статья об офисе президента, секретариате президента, администрации президента? Нет, в том-то как бы и фокус. А где реальная власть вообще? А реальная власть там. И действительно, вопросы заключаются в чем? Все, вот вам о роли Конституции. Есть кабинет министра. Есть первая инициатива, статья Андрей Борисович Ермак. Согласен. Есть и есть, значит, у нас в нашей модели роль кабинета министра, как высшего органа исполнительной власти, подотчетного и подответственного парламенту. Но есть ли у нас кабинет министров, и есть ли у нас парламент в нормальном понимании этого слова? Это вопрос нетривиальный. Если у нас вот из какого-то органа, который на самом деле не орган, который нигде не указан, ни один закон про него не говорит. Даже закон. Ничто не представляет ему никаких полномочий, но влияет, и это нельзя не признавать. И когда выходит человек оттуда, который является одним из главных рупоров, который позволяет себе в свое время там 3 миллиарда человек идиотами назвать, и говорит о том, что ну да, органы военного управления, ТЦК, не имеют права задерживать людей на улице. Ну блин, время такое. Ну что ж вот делать? Вот война, все для фронта, все для победы, поэтому мы не можем ничего с этим поделать. Это же правовое состояние. Безусловно. Вот мы это искренне осуждаем. То есть вот что-то, что сформировалось в понимании людей, как высшая институция, которая обладает всей полнотой власти. Это же тоже очень интересная история. Мы по дороге потеряли в принципе упоминание про разделение властей, про то, что у нас суд существовать должен, как что-то, что является арбитром, что должно защитить человека. Сейчас вернусь, кстати, к Трампу. В этой связи очень хорошая история. Поэтому тут вопрос не изменения Конституции, а чтобы наконец мы ее прочитали, вообще поняли, о чем там было написано в 96-м году, о чем писали все уважаемые люди, и не только они, которые, соответственно, разрабатывали эти модели, начиная там с 18-19-го или 18-го века даже. Что говорили отцы-основатели. Вот я возвращаюсь к американцам. А можно еще тут вернемся обязательно, это интересно. Но почему так? Почему две параллельные жизни? Одна жизнь вне Конституции, а вот есть Конституция. А почему реальная государственная жизнь и устройство, оно не соответствует Конституции? Это же тоже не случайно, не потому что злые люди. И они специально хотели бы обойти Конституцию. Потому что если бы это был одиночка, его поправили бы с товарищей, или народ поправил. Так это общий архетип, это и общество, и властная элита. Об этом, общество, да. И объясняю, Вадим Юрьевич, у нас в среднем гражданин, он всегда вспоминает про Конституцию, когда она говорит про его права, про возможности, что там у меня есть право на жилье, где квартира, у меня есть право на медицину бесплатную, на то, на пятое-десятое, и государство олицетворяло вот то, что эти права нарушает, попирает, и не дает возможность реализовать. Как только гражданин в среднем, начиная от налогов, даже не говоря про воинский долг, начинали объяснять, что платить же нужно, он говорит, какие налоги, если вот, посмотрите, у меня там яма во дворе, я не буду платить, все украли, все украдут, никому ничего не дам, поэтому и так далее. То есть есть понимание возможностей, которые дает механизм, есть понимание ограничений, вернее, и нет понимания ограничений, которые этот же механизм налагает. Эта же ситуация в среднем в обществе, и такая же ситуация в элитах, которые смотрят в Конституцию так, я приобрел там монобольшинство, я могу раз, два, три, четыре, пять, но я не читаю, где у меня ограничения. У нас никогда, вот все президенты, к примеру, у нас есть там срок, на протяжении которого президент должен подписать закон или наложить вето. Все плевали на эту норму в очень многих случаях. Проблема не в том, что они плевали, почему дают плевать, но почему складывается ситуация монархического, вот Конституция есть, демократическая, правовая, либеральная, республиканская и так далее. Но почему фактически монархическая власть? По принципу, даже не государство это я, как у Людовика, а я это государство. Вот я это и есть государство. Нет понимания. А Конституции же никогда нет. Знаете в чем дело? Если страна не живет по Конституции, а все современные, модерновые, успешные государства начинали свой путь к успеху с Конституции, то получается мы не современное государство. Хотя по форме, да, машины едут, работают там, бунгало ездят, там на Мальдеево люди, гуляют, так сказать, все вроде бы современные люди. На самом деле, сердце у них 16 века, тело 21, а все остальное это внутри. Сидит 16-17 век. Ну так дело в том, что нам какая-то развитая цивилизация построила атомную электростанцию, а у нас понимание механизмов на уровне буржуйки. Вот и все. И мы не понимаем, то есть оно сыпется. Если там отвалился один рычажок, один датчик, мы не знаем, нахрена он нужен просто. И поэтому мы не чувствуем рисков, которые могут привести к дальнейшим событиям. Возвращаясь, кстати, к вопросу войне и к Америке. Джозеф, не Джозеф, прошу прощения, Дональд Фредович Трамп, он как раз, мне кажется, может случайно, может специально нам подарок сделал. Он напомнил важнейшее положение нашего основного закона. Вот если мы, вот эти вот великих пять минут, которые они посвятили Украине после вопросов экономики, инфляции, абортов и иммиграции, там было сказано так, Байден говорит, если падет Киев, тогда будет риск там балтийцам, полякам, белорусов что-то втулево, я так и не понял, какие у белорусов вопросы. И, то есть, он воспринимает так, что будет война, будет война. И пострадают вот перечисленные им страны. Союзники, США. А господин Трамп, он сказал так, что, ну понятно, тоже в политических целях и так далее, он пытается Байдена выставить виноватым в том, что война началась, война началась, безусловно, не потому что Байден, но как бы надо было это проговорить. Однако, он говорит о том, что эта война приводит к бессмысленным смертям. Слава Богу, балтийцы, поляки и другие нации не умирают, умираем мы. И вопрос окончания войны, это не в плане решения конкретного, но он поставил вопрос через призму прекращения насилия и смертей. У нас, даже у нас, это не принято. Хотя открываем наш основной закон, на первой страничке, третья статья, там написано, людина и житя через единость, надраканность и безпека вознаются в Украине, на и вы еще социальной осеннести, еще вызначая смерт из прямого недеяльного. Спасибо большое, что вы эту статью напомнили. Поэтому, а где у нас, в принципе, в нашем дискурсе, как критерий оценки правильности или неправильности решений, вот это вот фигурирует, то, что наш основной закон в начале, там читать долго не надо, ставит человек. Это даже без патетики, без этого всего. К примеру, вот у нас есть святая цель, втулиная Петром Алексеевичем, вступление в НАТО и Европейский Союз. А давайте вопрос, салогом поставим так. Уважаемые граждане Украины, а какой уровень потерь вы считаете допустимым для реализации вот этой цели? Какой? Один человек, сто человек, тысяч, ну и так далее. Я как бы не подвигаю ответу на вопрос, но его нужно поставить. Поскольку, в среднем, получается так, я смотрю, вот мне кажется, вот в Бельгии, Украина играла, где они в Штутверте, по-моему, играли. И вот эти люди с флагами, в футболочках, прекрасно себя чувствующие и выглядящие, с пивком в правой руке, там с флагом в левой, они после просмотра матча, похлопав нашим футболистам, пойдут к себе в квартиры или поедут куда-то, возьмут свои гаджеты и будут писать на мытище или куда-то еще. Вот эти вот люди. И я вот слушал вас недавно, вы очень правильно говорите о том, что, чтобы ощущать эту всю проблематику, даже не то, чтобы бояться, нужно видеть ракеты из окна, хотя мы все видели, но нужно находиться в этой среде и чувствовать ее. А если ты чувствуешь ее, ты видишь людей вокруг, которые находятся вот на улице, да? Ты понимаешь, что и ты, и они могут завтра прекратить свое существование. И тебе нужно понимать, как бы во имя чего. Ну, то есть, все умрем, да? Но если досрочно, то желательно, ну, как бы, это мое личное восприятие, желательно умереть за какую-то достойную цель. А чтобы эта достойная цель была, должно быть согласие. У нас вопросов нет. Территориальная целостность тоже является одним из принципов на устройство нашего государства. Однако, в рамках оценки правильности решения неправильности, в рамках оценки деятельности политических властей, у нас с точки зрения экстраполяции, то есть, если мы возьмем вот сегодняшнюю ситуацию и даже два года последних, или пусть даже два с половиной, то есть, от начала войны до конца, если мы будем вот эту вот линейку продолжать, смотреть на шкалу поставок нам западного вооружения, понимать, какое у нас производство, понимать, сколько там людей, сколько здесь людей. И если мы продолжим вот по этой линии идти дальше, мы тоже понимаем примерный результат. Почему так не случится, нам даже не пытаются объяснить. Где точка, когда мы, скажем, все, будем менять, скажем так, свою парадигму и свою позицию, нам тоже не говорят. И не пытаются говорить. И в обществе осмысление через принцип, через главный принцип, главную ценность, а ценность это принцип, в любом случае, его не существует. И вот, спасибо Дональду Фредовичу за то, что он, по крайней мере, кто Байден говорит, моя ценность и мой интерес, это от расстановка сил, риски для балтийцев, поляков и прочих. А для господин Трамп говорит, хотя он, понятно, когда он придет, это же просто, как бы, типа рулетка, лотерея, куда там шарик приземлится, мы тоже не знаем, это еще большая неопределенность, наверное, чем сейчас. Однако, он вопрос поставил. Он обвинил, правда, Байдена, и Байден не может, как вы их сказать о том, что да, я согласен Донья. Почему? Потому что тогда следующий вопрос пойдет, а почему вы в конце 21 года ни о чем не договорились? Точно так же, я сильно как бы сомневаюсь, что действующее политическое руководство, я, кстати, с Андреем не согласен, извини, Андрей, по поводу там ГУР или военных, военные не могут, в принципе, артикулировать политические цели. У них есть, вот он видит мирный план, Кирилл Алексеевич, и он, исходя из него, должен планировать свою деятельность. Кроме одного военного, который в этой студии. Ну, не действующих военных. Тем не менее. И поэтому, я, честно говоря, скептичен с точки зрения того, что поскольку, если действующее руководство выйдет и скажет, что миру мир, как бы, и давайте что-то думать и иными средствами, и может потом будем набираться сил и отвоевывать когда-то, то вопрос неизбежен, а как бы, а что поменялось против апреля 22 года? Вот что поменялось? И мы на него не ответим. И тут выходят русские, тут, кстати, еще нужно обратить внимание, товарищ Медведев, он прямо в лоб сказал про санкции. Санкции, которые являют, безусловное снятие всех санкций, являются для них, он артикулировал, условием завершения военных действий. А это уже минимум четвертый раз. Коммунике, китайско-российская, мирный план Китайской Народной Республики, договор с Северной Кореей, тут Медведев еще это, еще отдельно сказал, везде есть история про невозможность в принципе, как на уровне этого конфликта и войны, так и на уровне всей международной политики применять вот эти односторонние дискриминационные меры, история которых еще с времен Холодной войны тянется. Является ли это требование возможным к исполнению? Это крах мира, основанного на правилах. Вот это вот история, это ядро этого мира, основанного на правилах. Может ли кто-либо, Трамп или Байден, выйти и сказать, ну ладно, хрен с вами, отменяем. Нет, ну конечно, это они не сделают, но компромисс-то найти можно, запросная позиция какая-то. Даже в отношении, тут же вопрос даже не наш, не наш главный будет, тут главный будет вопрос будущего и Китая, поскольку вот с Олегом Ивановичем, я со всеми сегодня, короче, не согласен, кроме Вадима Юрьевича, с Олегом Ивановичем я тоже не согласен, в том смысле, что напряжение между Россией и Европой скорее нет, есть напряжение по другим полюсам мира, есть напряжение между штатами и Китая, Китаем, за Европу и за Европу в том числе, мостом дальше, который являемся мы, переходником Российской Федерации, и война, вероятно, и про это как бы многие писали уже давно, она вот здесь вот наиболее вероятна, типа, ну за что будет там воевать Финляндия и Российская Федерация, или там, не знаю, Чехия и Российская Федерация, за леса, карельские, а вот этот вопрос санкции, которая через русских и лично в том числе китайцы пихают, это вопрос их победы, вот на этом этапе этого противостояния, снятие противоречий в пользу Китая, который потом, как считают американцы, невозможно будет остановить. Смотрите, в основе, я не юрист, поэтому я могу где-то, но как политолог, который читал, и курсы, спецкурсы по конституционному дизайну, по институциональному дизайну, это такая школа политологии была, там, Вильям Райкер, Шепсл, Питер Ордышук, украинское происхождение, это Техасский технологический университет, у него целая книга, Political Game, стратегические игры в политике, допустим. Научили меня вот, что есть перед конституцией, всегда должен сформироваться предконституционный договор. Ну, например, от Гоббса Лока. Предконституционный договор, в каком смысле? Мы передаем полномочия государству, для того, чтобы государство обеспечило нам безопасность, и конституция, как общественный договор, это договор о мире внутри, нет войны всех против всех, и вовне. Нет безопасности обеспечивать тебе о конституции. У нас вопрос какой? Прежде чем рисовать конституцию, надо знать, какой общественный договор внутри. Неформальный, предконституционный договор. Но фактически, в 90-е, в 2000-е годы был какой? Коррупционный договор. Вы воруете вверху, сколько хотите, мы вас избрали, обманули, ну ладно, но давайте нам нормально жить внизу. Вот такой неформальный договор. Это писанная конституция, таким путем шла, вот жизнь шла таким путем. Но главное, что всегда, в общественном договоре, это мир, заложен мир. И тут вносится, 14-й год, ну вообще, раньше НАТО, и так далее, и так далее, потом вносится норма НАТО, вступление в НАТО, Европейский Союз. И оказалось, что конституция, где записана НАТО, это договор о войне. А там, где написано нейтралитет, и так далее, это договор о мире. Вот как сейчас решить эту дилемму? Как, ну, собственно говоря, с чего начинал известный пацифист, лидер мирового премьернариата Ульянов? Первый декрет, какой был? Декрет о мире. Второй, декрет о земле, это же конституционные нормы. Так? Декрет о мире, запрос был на мир, земля, крестьянам, потому что это самый массовый социальный слой. В 17-м году, в 1917-м году. И затем, что там еще? Власть большевика, ну это уже такое дело. Как нам сейчас выйти на такое изменение конституции, чтобы обеспечить внутренний гражданский мир, потому что тут холодное идет, такой, война всех против всех, холодная. Всех друг друга поливают, всех хейтят, хайпят, живут, социальные сети живут этой войной. Да, она холодная, она сетевая, она цифровая, она не, хотя, как вот Андрей говорил, что где-то в земле там есть холодное, нарезное, да, оружие. Как нам выйти на договор о мире? Конституция мира должна быть. Конституция должна, извините, Конституция должны принести мир. А последовательность неправильная, если можно? А? Последовательность неправильная. Ну хорошо, давайте, а потом уже, коллега, Андрей Выгоревский. Геннадий, сейчас с вами согласен. Раз уже есть, да. Любые изменения или приятия новой Конституции, это возможно только в условиях мира, чисто формально. Снимется военное положение, тогда можно начинать процедуру. А что сейчас нельзя? Прямой запрет. Но в футбол можно? Прямой запрет. Прямой запрет самого текста. Прямой запрет. а если вы отменяете военное положение? Вот представляю, вот завтра отменяется военное положение. Я понимаю, а что будет на пунктах пропуска у нас? А что будет у нас вообще везде? Закроем. Не закроем. Пробьют, понимаете? И поэтому ситуация выглядит так. Вот она выглядит цуксванг. Абсолютно. То есть, если вы не закричите, если вы не закричите... Вы закрыли людей. Они не могут выехать. Сидят все здесь. Парятся здесь. Я представляю, что в головах людей, у которых действительно это все. Это как? Ну, долго оно может продолжаться? Конституционно это? Не конституционно? Закон о мобилизации. Он конституционен или нет? Конституционный суд можно обратиться? Или обязанность все-таки защищать родину выше в данном случае? Просто депутаты могут пойти в свое время не под купол, а могут пойти в ресторан или фитнес-фитнес на недельку. И оно само по себе скиснет. И снимется военное положение. Ну, я как экстремальные варианты говорю. Только можем ли мы вот в текущих условиях спрогнозировать, что будет происходить в обществе дальше? Что будет происходить на пунктах пропуска? Что будет происходить на фронте? Что будет происходить там среди мобилизованных лиц и прочих? Хорошо, а как тогда выборы проводить? Если надо будет военное положение отменять, открывать границы, а все будут использовать это для того, чтобы выехать? В этом и проблема, понимаете? Вот американца недавно, я вот боюсь ошибиться, кто именно, он сказал так, что спикер какой-то из Белого дома, что Украина должна продемонстрировать, что она готова долго терпеть войну с Российской Федерацией. В том числе путем демонстрации стойкости, показателей мобилизации и прочего. Это как американцы сказали. И вот эта вся эта канитель с утверждением бюджета и с отложением нашего закона, мы что же ему рыжили месяцами про мобилизацию, она как раз, мне кажется, вот ровно про этот тезис. Нам еще раньше сказали о том, что вы покажите, что вы в принципе готовы идти дальше, а тут мы возвращаемся к нашему вопросу, о том, что у нас вот в воздухе летает и на кухнях. Вопрос о допустимой пороге потерь или вообще в отношении к жизни человеческой можно ли такое слово употреблять? Вот в общем дискурсе тоже вопрос. Каждый это самоценность и целая вселенная, безусловно. Кто-либо за НАТО и Европейский Союз по отдельности, вот поставьте каждого и воина, и не воина, и сказать, вот ты готов умереть завтра, если мы через год вступим в НАТО. Вот я вот сильно не сомневаюсь в ответе. Тем более НАТО, которое нам светит в случае, если мы победим, а как мы победим, на них не расскажем. Да никто не хочет отмирать, он же как бы рождается не для того, чтобы... В этом и трагедия с точки зрения вот нашего праздника сегодняшнего, основного закона, который верстан лекалами европейской конституции, которые были написаны после Второй мировой войны, которые были конституциями мира, а не конституциями войны. И поэтому очень много чего не предусмотрено. Очень много вариантов представлялись немыслимыми. И отсюда мы как раз вот дискуссию, как мы напишем конституцию так, чтобы был мир, ее можно убирать, она бессмысленна. Нужно говорить о том, как может наступить мир так, чтобы у нас все не завалилось еще больше, чем завалилось сейчас. Понимаете, в чем трагедия? Первая и Вторая мировая войны, но Вторая мировая война продолжение Первой мировой войны. Все-таки тогда ценность жизни и ценность прав человека и гражданина, права человека и гражданина, они не были подняты на вершину конституционной идеи. А такая же война возникла вот Украина и Россия в 21-м столетии. Там уже это все как бы внедрено, оно в головах сидит. А возникло у нас это все. Как отмотать так, чтобы вернуться в 21-е столетие? Потому что война ведется, Олег Иванович, вот первый был кто, на это обратил внимание, четвертое поколение войны ведется по правилам первой половины 20-го столетия. Так или нет, Олег Иванович? Как выйти из этой ловушки? Ну, я понимаю, что это политическая головоломка. И политик любой, ну, вряд ли рискнет вот так сразу рубить эти узлы все. Как привязаны намертво? Что точно, так сказать, Гордиев узел. Ну, ладно, это так подумаем. А по поводу все-таки переформатирования, переучреждения, переконституирования и так далее. Андрей Вогилевский, пожалуйста. Я соглашусь с Геннадием Алексеевичем практически с Казахом. Все согласны. Вы же в одной масти, как говорится, одного ли я. Валерий Иванович, с Олегом Ивановичем и с вами тоже согласен. Ну, во-первых, у нас очень много внутренних табу на слова, на понятия, которые даже произносить нельзя. То есть, ну, сейчас вот опять зайду вот это, перейду этот рубеж. Унитарная страна или федеративная страна? Вы же вспомните, мы с 2014 года по 22, всех, кто использовал слово федерация, называли сразу четко и артикулировали агент Кремля. Если читать классиков, классиков, унитарная страна может быть построена на небольшой площади, территориально и количественно с точки зрения населения. А Франция? Не, Франция, ну, тут надо примесить. Это империя вообще, в принципе, базовые прошивки. Была. Ну, французская революция, кровь, войны наполеоновские, уничтожение миллиона французов. Но это не один критерий. То есть, мы исходим из... я согласен, Андрей. Феррин, ну... А Штаты? Штаты. Британия тоже, фактически. То есть, можно смотреть на полномочия субъекта. Италия тоже страна региона, пять областей автономной, Испания. Отчего? Ну, потому что средневековая Европа, это королевство, княжество, города-государства, хоть они сейчас находятся на территории как нам кажется националистических государств, государств наций, но столетия 3-4 назад они нормально друг друга резали. Причем на зимний период уходили на межвоенные каникулы, потому что климат... Но они и внутри резали друг друга. Пратистанты, католики, гугеноты, католики. Но сейчас они находятся в пределах определенного объединения, которые имеют определенную культуру, определенный социум, определенные правила культуру, традиции и религиозные предпочтения. И каким образом решаются противоречия или не выносятся на пьедестал. В каком-то регионе можно, допустим, если мы возьмем Бельгию, там французский язык в одних каких-то административных единицах, но в других административных единицах вообще голландский, а в-третьих французский. Ну вот и куда-куда бежать. Как там Оксидент, да, Южная Франция, оксидентальный язык. Да, когда же их образовали, мысль была о том, что это просто невозможно, потому что ты в пределах одной страны, у тебя три слоя, в которых даже знаки опознавательные разные на дорогах, на разных языках написаны. Но это тоже же Европа. Но вот можно один момент? У нас же Конституция написана вот гражданский национализм, а в 14-м году победила окончательно концепция регионального этнического, этно-лингвистического национализма. Это конституционный или как? Но это же вышло за рамки Конституции фактически. Владимир Юрьевич, мы с точки зрения теории можем говорить с вами, что у нас много чего выходит за пределы Конституции. Не, но я говорю о факте. И ликвидация окружного административного суда в городе Киеве вышла за пределы Конституции, потому что произошла без согласования с ВРП. Что должно быть? Но вопрос не в том, что мы с вами обсуждаем и что пишется в научных статьях, а в том, кто является субъектом, который может дать вывод по ситуации и эта ситуация или этот вывод станет юридическим фактом, обязательным к исполнению. И тут мы приходим с вами к другой ветви власти. Ну, хотя Конституционный суд, это не совсем ветвь судебная, но тем не менее. Это специальный орган, который должен решать условно споры на уровне законодательных органов власти, законодательных инициатив и так далее. И он бездействует. Судебный ветвь власти, который Верховный суд, который должен рассматривать на предмет законности указа президента, он тоже бездействует. То есть они не отказываются рассматривать, они не выносят решения. Не выносят решения, пока не вынесенное решение о противоположном, оно является таким, что действует или законно. И этим тоже пользуются политические элиты, понимая, что принятие вопросов или решение вопросов, связанных с порицанием или перечеркиванием права собственности путем возложения санкций на субъект, оно, если не будет рассматриваться пять лет, в принципе, такой исход тоже нормальный. Ну, то есть законность или незаконность. Почему? Потому что пять лет человек будет без собственности. Я к чему, собственно, говорю? Мы, во-первых, как и в всех вопросах, мы не готовы посмотреть на себя с точки зрения не предубеждения, а какой-то отстраненной объективности. То есть право собственности у нас рушимое. Оно не нерушимое, оно рушимое. Гражданин, он вроде бы права есть и вроде обязанности есть, но он не понимает, для чего они ему вообще предоставлены. Кричать на Майдане, у меня есть право, это не то. У него право ключевое требует от органов власти соблюдать закон. Он их может реализовать. Каким образом? Мы же перевернули с ног на голову просто вопрос требования через институты СМИ и общественных активистов, а не через институции, которые прописаны у нас в основном в законе. Суды. Суды не реформировать надо, заставлять решения принимать надо. Судей нужно не давить, уничтожать репутационно и тем самым возлагать, грубо говоря, черную метку на всю прослойку судейскую, а требовать от них принять решение законное и иметь смелость и терпимость это законное решение тоже признать. Когда мы говорим с вами о том, как дальше развиваться, то есть я не зря начал с федерации. Что может быть дальше, Андрей? Говори, а почему мы, вот у нас же написано Республика Украина, а почему мы говорим Украина? Вот есть Республика Польша, есть Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Молдова, а у нас Украина, Украина, Украина. А тут смешается, это не юридическое понятие, это этноним, это топоним, это географическое понятие, политическое, юридическое. Почему у нас не закрепилось официальное название? Мы Республика Украина, а мы просто Украина. Владимир Юрьевич, у нас в Конституции, там рядом с Украиной, следующее предложение Украина Республика, поэтому может название... Ну я в общественном, не в юридической формулировке, а в общественном дискурсе. В целом для поднятия боевого духа и настроения можно написать Украину империю. Хорошо, ладно, тогда я по-другому зайду. У нас народ Украины или украинский народ Конституции? Народ Украины. А почему не украинский народ? Спор же был. Какой спор? Ну когда Конституцию писали, был спор. Писать украинский народ или народ Украины? Ну народ, который проживает на территории Украины, он есть народом Украины. Реально, а украинский народ, это уже украинская Украина. Дело в том, что когда народ Украины это мультикультурная Украина, и все граждане объединены своим территориальным проживанием, происхождением общим. А с учетом того, что у кого-то происхождение было записано еще в свидетельствах, если я не ошибаюсь, о рождении, то поэтому как бы и правильная конструкция это место жительства, место проживания. А в результате эволюции мы превратились в украинскую Украину. В результате развития ситуации. Развитие, да. И это уже не народ Украины, а украинский народ. Нет, так это же не соответствует. Я еще раз говорю, что мы гражданский национализм, Конституция, а мы фактически строим, с 20 лет уже строим другой национализм. Есть преодолимые и непреодолимые противоречия. Вам кажется, что это важные противоречия. А мне кажется, что если соблюдать норму, которая касается чести, достоинства и равенства, то в принципе этих противоречий, о которых вы говорите, их нет. А почему тогда? В обществе? Не в Конституции, а в обществе. Человек, который разговаривает на украинском языке, он самоценен, он ценен, он патриот, а если ты на русском, ты уже недоукраинец, недо патриот. Это уже по вашей части. Так это же не про Конституцию, это то, что в голове. У кого отдельная часть общества. Я говорю об общественном договоре, а Конституция основана на общественном договоре. Почему тогда граждане Украины, которые больше, может быть, любят Украину, чем украиноговорящие исключительно, говорящие на двух языках, а они недоукраинцы. Почему власть не защищает таких людей? По мнению кого они, недоукраинцы? По мнению общества? Нет. Да нет. Ну нет, просто дело в том, что мы же привыкли вот этих вот, ну какую-то группу активных людей, немаленькую, возносить, раздувать до пределов всего общества. Эта маленькая группа определяет реальную прикладную политику Украины. Так и так не должно быть с точки зрения принципа народного власти. Конституция должна определять политику Украины, а не маленькая группа. Ну давайте так, вот два человека спорят. Один вот представитель активной общественности, активной, который вот порицает русскоговорящих, и другой русскоговорящий, но знающий Конституцию. И вот они спорят. Сейчас буквально это... Не-не, я же... Ну мне так кажется, что хорошо. Геннадий Алексеевич не согласится, я так чувствую. Сейчас если еще Олег Иванович включит, то тогда мне фиасово. Договорим на следующую пятницу. Ну вот так вот. И вот смотрите, вот этот обвиняющий говорит, не украинец. А тот ему говорит, смотри, а по Конституции написано, что вроде все нормально. Да? А тот говорит, ты предатель. Ты не должен тут жить и так дальше. И кто здесь должен вмешаться? Кто выполняет роль арбитра? Закон.